Приветствую народ, 5 июля обновляется официальная линейка игр для подписчиков платной услуги PlayStation Plus, для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Собственно, разберем сейчас линейку и вкратце поговорим об играх. Очередной месяц не обошелся без секрета Полишинеля, так как до официального анонса предполагаемую линейку нам опубликовали на проверенном уже инсайдерском ресурсе Dead Labs. Поэтому, чтобы быть первым в курсе всех событий из сегмента PlayStation, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, ссылку на который я оставлю в описании. Июль по классике демонстрирует набор из трех игр и, к сожалению, для подписчиков, которые уже сидят на втором или же на последнем третьем премиальном тарифном плане, ожидает маленький облом, так как одна из игр уже доступна в библиотеке PlayStation Plus Extra. Собственно, не буду ходить вокруг да около. Первая игра The Dark Pictures Anthology Man of Madden. Не прошло и недели, как загрузил и, конечно же, прошел Man of Madden в тарифном плане экстра и у меня есть что рассказать на этот счет. Игра представляет собой интерактивное кинцо в жанре хорроров, над которой работала все та же команда, ранее выпустившая эксклюзив платформы PlayStation Until Dawn. События разворачиваются в открытом океане, где группа из пяти человек, занимающаяся дайвингом, после определенных событий попадает на так званый корабль-призрак, на котором происходят необъяснимые вещи. Компании предстоит распутать клубок забутанных событий и после, как и в аналогичном Until Dawn, выбраться всем составом из корабля. Конечно, количество выживших ребят напрямую зависит от принятых вами решений, поэтому прежде чем что-то сделайте, как следует обдумайте, но главное не тяните. Из недостатков я хотел бы отметить порой не совсем удобное управление и, как мне показалось, игра немного коротка. Первое и, пожалуй, полное прохождение у меня забрало порядка четырех с половиной часов, поэтому я бы отнес это, пожалуй, наверное, к недостатку, но в то же время для некоторых игроков это, наоборот, будет преимущество. Номер 2 из раздаваемого списка для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 – Crash Bandicoot 4 – It's About Time. Как и предыдущие представители серии, жанр платформер – восьмая по счету игра из серии Crash Bandicoot, но по хронологии является четвертой после трилогии Crash Bandicoot Insane Trilogy. Геймплей на It's About Time не отходит от традиционных элементов серии Crash Bandicoot. На уровнях присутствуют различные ловушки и препятствия, которые необходимо преодолевать, враги, которых можно побеждать определенными способами, ящики, из которых вываливаются фрукты вумпа, а также некоторые из которых действуют как контрольные точки в виде сохранения пройденного прогресса. Сюжет повествует о том, как Cortex и Стопи выбрались из временной ловушки, разрушив границы времени и пространства, и на этот раз они угрожают не только всему миру, но и всей мультивселенной. Как по мне, так четвертая часть Crash Bandicoot – яркий представитель в линейке PlayStation Plus, так как большая часть геймеров, я по крайней мере так предполагаю, с большим удовольствием его загрузят и опробуют. И вот мы подобрались к третьей игре с менее узнаваемым названием – Arcadegeddon. Шутан от третьего лица выполнен в ярких красках, на первый взгляд даже можно найти некое сходство из всеми известной игрой под названием Fortnite, только в исполнении элементов roguelike. Игроку или группе дается возможность падать в случайные миры, наводненные воинственными роботами, ловушками, взрывающимися объектами и коробками с бонусными очками для того, чтобы зачищать их от различной нечисти. В процессе необходимо собирать лут, усовершенствовать свои навыки, а также оружие. Стоит отметить, у игры имеется много не столь лестных отзывов, поэтому если в целом концепция и предоставленная картинка вас устраивает, то, я думаю, стоит загрузить и как минимум опробовать лично. Поэтому, дорогие мои друзья, приблизительно следующим образом выглядит июльская линейка из трех игр для подписчиков платной услуги PlayStation Plus на всех четырех тарифных планах. Если вам понравился ролик, то обязательно поддержите его лайком, напишите комментарий и не забудьте о подписке на мой телеграм-канал. С вами был канал GamesMafia. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok